Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. И местами до минус пяти. На дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до минус 7. Днем 2-4 градусов тепла. Ночью на дорогах гололедица. Каминомост. Жители аула Каменомост Карачаевского района надеются, что скоро начнется строительство нового моста через реку Кубань. Чтобы узнать, когда его построят, каким он будет и где возведут новое мостовое сооружение, с этими вопросами мы обратились в Карачаево-Черкесск-Автодор. Подробности в репортаже Аллы Динаевой. Напомним, после проливных дождей мост через реку Кубань был частично разрушен и здесь погиб человек. Случилось это 5 июля прошлого года, а 29 июля дорожники открыли одностороннее движение через мост из Карачаевска в аул Каменомост. Но до открытия одностороннего движения эксперты из Ростова обследовали разрушенный мост и дали заключение, что проезжать здесь безопасно, но только автомобилям весом не более 7,5 тонн. И поэтому дорожники установили знаки и рамку ограничения, которую, к сожалению, некоторые водители грузовых автомобилей нарушают и неоднократно сбивали этот шлагбаум. Безответственно, рискуя не только своей жизнью, но и подвергая опасности других людей. Местные жители боятся, что трагедия 5 июля может повториться. Ночью вообще страшно, ни освещения, ничего нет. Тут одни пропускают, одни не пропускают. Поскорее надо этот мост сделать. Не знаю, кто дальше будет. Надо определяться с этим мостом. Вот так. В неведении и в страхе пребывают жители и с нетерпением ждут начала строительства нового моста. Специалистами проведены геологические изыскания. Геодезический, экологический, весь комплекс мероприятий, который был необходим для проектирования данного сооружения, проведен в полном объеме, рассказывает заместитель начальника Карачаева-Черкесского автодора Муаэт Хутов. Севка в геопроект «Строй» изготовил проект и весь комплект документов уже отправили в органы государственной экспертизы, говорит Муаэт Михайлович. На прошлой неделе полный весь комплект документов загрузили. Оно проверено, комплектность и заключен договор. Соответственно, мы надеемся, что через 40 дней у нас будет положительное заключение экспертизы. И после получения уже результата начнется строительство, да? Мы утвердим ее, да, отправим все документы, необходимые для принятия решения и как будут выделены средства. Но я так подозреваю, что этот вопрос номер один в нашей республике, что средства будут выделены. И, как я еще раз сказал, со второй половины 2022 года мы начнем строить. Беспокоит местных жителей и отколовшийся кусок скалы, который находится под мостом. Сейчас в реке воды немного, и он не мешает течению. Но весной, когда начнется половодие и потоки воды будут нести сухие деревья, могут возникнуть проблемы. У нас уже приказ по управлению создан. Назначены ответственные люди, которые перед паводковой ситуацией будут полностью осматривать этот мост. Плюс подрядная организация, которая находится в самом... У нас Карачаевский ДРСУ находится в уликах Миномост, который непосредственно знает свою работу и мониторит этот момент. Карачаево-Черкесская автодора, ответственные кураторы тоже особое внимание ему уделяют, потому что ситуация есть, какая есть у нас. Критическая? Нет, на самом деле этот мост, который там стоит... Чтобы разъяснить, было два моста. Был вот этот малый мост и вот эта часть увеличенная. Она 17 метров. И части моста, на которой стоят сейчас, они на твердом материковой зоне. Ему ничего не угрожает на самом деле. Сейчас вот то, что часть, которую вы говорите, которая отошла, специалисты тоже видели, как бы мы выезжали, принимали технические моменты, смотрели, но ничего не угрожает. Новый мост будет массивней, шире, длинней и сможет выдержать более 200 тонн нагрузки. Если часть, которая обрушилась, была 14-метровая, то новый мост будет 25 метров шириной. Его опоры лягут уже на массивные части, он будет на лежнях. Он будет находиться на том же самом месте, он будет строиться в два этапа. Первый этап, согласно проекту организации строительства, на том месте, в котором обрушиваемая часть. Мы будем делать опоры и пускать движение по половинам. Чтобы объяснить это популярным языком, мы сначала построим новую часть, потом демонтируем часть, по которой на сегодняшний день мы двигаемся, и будет устроена вторая часть. И в конечном итоге мы получим мост длиной 25 метров. Если раньше это было 14, то сейчас будет 25. И момент о том, что устье реки Кубань у нас в данном месте самая-самая узкая, и все мы знаем, эти жители Карачаева, Черкесии, что теперь ничего не будет угрожать опасности. Будут проведены и укрепительные работы в русле реки. Вопросы сохранения экологии тоже учтены. А все воды, которые будут стекать со стороны Каменомоста и Карачаевска к мосту, ведь он находится в самой низкой точке, будут очищаться через фильтрующие элементы и сбрасываться к берегу Кубани, рассказывает заместитель начальника Карачаева-Черкесского автодора Муэд Хутов. В Москве прошло заседание Клуба женщин-предпринимателей Союза женщин России. Нашу республику на этой встрече представляла руководитель Союза женщин России в Карачаево-Черкесии Марина Бурлакова. И в эти минуты в нашей студии она расскажет моей соведущей Белле Джазаевой о главной теме прошедшего форума, а также Марина Рамазановна поделится своими идеями по поводу работы Союза женщин Карачаева-Черкесии. Доброе утро всем! Доброе утро, Марина! Ну, естественно, я очень рада видеть тебя у нас в гостях. И за последнее время много чего произошло. Помимо того, что ты на своем хозяйстве все по-прежнему, все так же немножечко, наверное, отдыхаешь, зима, хотя я в это тоже не верю, ты возглавила Союза женщин России в Карачаево-Черкесии, региональном отделении, с чем я тебя поздравляю. И вот буквально вот-вот на днях ты была в Москве, было заседание клуба женщин-предпринимателей, и ты представляла нашу Карачаево-Черкесию. Я бы, конечно, хотела узнать, что это была за встреча, какова была основная тема, что там происходило, была ли Лахова сама там. Расскажи, пожалуйста. Доброе утро, Абылочка. Ну, что я могу сказать. В ноябре месяце меня назначили руководителем регионального отделения Союза женщин России. И вот в январе месяце под руководством Екатерины Филипповны был создан при Союзе женщин России клуб предпринимателей Союза женщин России. Женщин. Вот. Так он только создан, да? Да, вот в январе месяце. И мы, как руководители региональных отделений, вошли в состав президиума этого клуба. И каждая из председателей представляла свой регион на этом заседании. Вот. Это было 22 дня, 26-27 января в Москве, на площадке городских лабораторий и внешне экономбанка в том числе. То есть первый день мы провели на городских лабораториях внешне экономбанка, а второй день уже в здании самом Союза женщин России. Главной темой стало продвижение и развитие женщин-предпринимателей в городах и регионах России. В заседании приняли участие 30 представительниц разных региональных отделений в связи с тем, что была неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. А в сам Союз входит 85 субъектов Российской Федерации. Вот. И женщины были они с разных сфер деятельности, начиная, значит, от сферы услуг. То есть не только предприниматели? Конечно. Сфера услуг – это образование у нас, здравоохранение, торговля. И заканчивая крупными предприятиями, которые производят текстиль, стройматериалы и пищевую продукцию. Встреча была очень интересной, познавательной. Екатерина Филипповна была несказанно рада тому, что у нее получилось создать этот клуб и объединить в этом клубе совершенно разных женщин с разных регионов, поделиться своим опытом, познакомиться, может даже в дальнейшем объединиться, как-то создать свои какие-то общие проекты. И встреча прошла очень продуктивно, в такой дружеской атмосфере. И с далеко идущими планами вперед, скажем так. В тот момент, когда мы были на городских лабораториях во Внешэкономбанке, нам прочитали лекции по тому, как вести свой бизнес. Скажу вкратце, что Внешэкономбанк предоставляет свои услуги и хочет создать совместный проект с Союзом Женщин, чтобы поддержать женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса. То есть это и кредитование беспроцентное, это и грантовая поддержка. Посмотрим, насколько у нас получится объединить женщин каждому председателям регионального отделения. Дали задание в каждом своем регионе объединить женщин-предпринимателей, узнать их проблемы и помочь в решении их проблем. Мы также совместно будем работать с центром, который называется «Мой бизнес», где более подробно и детально расскажут обо всех вот этих моментах. Вот хотелось бы заметить, что начальник Центра компетенции и поддержки фермеров Халим Атхубиева, она является членом Союза Женщин. Будем надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Вот я думаю, что женщины-предприниматели с активной жизненной позицией смогут в дальнейшем расширить свой бизнес. И перевернуть наш мир. Я знаю, что у вас глобальная идея была на вашем заседании, поэтому могу смело об этом говорить. Ну, я могу сказать в эфире, что вы тоже являетесь членом нашего Союза. Конечно, я очень этим горжусь. Спасибо. Марина, ну, вот ты сейчас тесно сотрудничаешь с Центром, с Екатериной Лаховой. Какие у тебя впечатления? Что вы обсуждаете? Какой это человек? Мне просто интересно, на столько лет в этом Союзе женщин. Я вам скажу, все великие люди, они невероятно просты в общении. За эти два дня я хочу сказать, что я вот ближе познакомилась с ней, да. Я не ожидала, что она настолько близка к народу, скажем так, настолько она проста в общении, настолько она мудрый и квалифицированный как руководитель и как женщина. Вот я вам скажу, человек на своем месте, человек, с которым хочется общаться, и человек, у которого полно идей, и она хочет сделать так, чтобы женщины могли реализовать себя, могли быть самодостаточными. И не в обиду мужчинам нашим, мы ни в коем случае не хотим с ними ни соперничать, ни создавать свой какой-то отдельный, там, я не знаю, клуб, что-то супротив них. Мы хотим быть партнерами, мы хотим им помогать, потому что сейчас очень много в бизнесе моментов, где женщина может себя реализовать лучше и больше, чем мужчина. Такие правильные слова, Марина. Да, и поэтому мы бы хотели в тандеме сотрудничать с мужчинами, быть им верными партнерами, помощниками. Сейчас жизнь, она непростая, и мы с вами в сегодняшних реалиях видим, что одному вытянуть семью очень тяжело, поэтому помощь женщины, она зачастую просто необходима. А мы со своей стороны будем помогать женщинам найти себя, реализовать себя, и стать верным помощником своему супругу. Марина, ну вот тут я, конечно, в тему могу сказать, что мы с тобой когда разговаривали, ты сказала, что, ну, у нас уже есть клуб, правильно? Ты сказала о нескольких своих идеях, они до такой степени просты, но они до такой степени продуктивны и нужны, что мне бы хотелось, чтобы ты их озвучила. Вот идеи конкретные, какие у тебя они есть на сегодняшний день? Не знаю, насколько они осуществимы, но я бы очень хотела, чтобы меня поддержали женщины нашей республики, женщины-предприниматели нашей республики в создании клуба женщин в Карачаево-Черкесии, не только женщин-предпринимателей, а вот для всех женщин, которые хотят себя реализовать, которые находятся, может быть, в трудной жизненной ситуации, может быть, даже какие-то семейные есть проблемы, неурядицы или же ребенок больной в семье. Это очень тяжелая психологическая такая нагрузка для матери. А для того, чтобы женщина могла творить, ей надо где-то как-то разгрузиться. Поэтому хотелось бы создать такой клуб, где женщины смогут получить и психологическую помощь, и помощь в виде создания красоты. То есть ты и стилистов хочешь пригласить? Да, планы далеко идущие вперед. Ну, посмотрим. Хочу, чтобы у нас в клубе были доктор, психолог, доктора разного направления. В основном сейчас у нас доктора женщины, поэтому будут и онкологи, и терапевты. Ты прекрасно знаешь, недавно в наш клуб мы приняли и терапевта, и кардиолога, известного и в нашей республике за пределами. Поэтому хочется собрать женщин, которые состоялись, и которые могут помочь тем женщинам, которые находятся на пути становления или которые находятся в затруднении жизненной ситуации. Так же, чтобы там можно было подчаивать, поделиться какими-то своими проблемами. И я думаю, что этот клуб будет интересен. То, что ты говоришь, это действительно очень важно. Когда у женщины в семье какие-то проблемы, она приходит к вам, вы ей помогаете. Пусть даже на какой-то момент она уже, ей становится легче. Вот знаешь, было за те два дня, которые я провела в Москве, там были женщины совершенно разных профессий. И вот это общение, настолько оно, оказывается, было нам нужно, настолько вот мы все разъехались воодушевленные. Мы создали чаты, мы общаемся сейчас активно, обмениваемся опытом, информацией. Мы скучаем друг по другу. Сейчас вот с женщинам этого не хватает, продуктивного общения. Не просто общения какого-то такого, а именно продуктивного. После общения с женщинами, чтобы можно было сделать какие-то выводы, чтобы изменить какую-то жизненную ситуацию. Я думаю, вот это женское общение именно вот в таком кругу, оно просто необходимо на сегодняшний день. Желаю, чтобы все получилось. Спасибо большое. Желаю тебе удачи. Еще раз благодарю за то, что нашла время. И хочу напомнить, что сегодня у нас тоже заседание. Да. Увидимся вечером. Обязательно. Спасибо тебе, Марина. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Сегодня день всех влюбленных или День Святого Валентина. Неофициальный праздник, но популярный во всем мире. В этот день принято дарить открытки в форме сердца с пожеланиями здоровья, счастья, ну и, конечно, любви. Приветствуются тематические сувениры и подарки в виде сердечек. Но именно шоколад и другие сладкие лакомства считаются классическим подарком в День Святого Валентина. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok